Всем здорово, друзья! Что ж, наконец-таки, ваши любимые фишки. Это не баги, это фишки, друзья. Смотрите Xenazos'а и, конечно же, узнавайте что-то новое. Ребят, подписывайтесь на канал и душите, конечно же, это, так сказать, вам небольшая вставочка. Сегодня мы будем тестить очень много чего, очень много прикольного, поэтому, друзья, досмотрите до конца. И я думаю, вы по-любому не пожалеете, потому что сегодня мы нашли пушку. Антоха присоединится к нам чуть позже, а сейчас мы потестим соло некоторые моменты, которые я уже, так сказать, вам показываю на этой чудесной карте, ребят. Ну и поехали! Итак, друзья, первая фишка, которую мы сегодня будем обозревать, это то, что Легион у нас на 85-й карте полностью игнорирует все Гоусты и прочую тему. Неважно, будь то у нас, так сказать, сам прожатый Гоуст, допустим, на Думе, чтобы защититься от дуэли, или пусть то будет Этериал, который у нас накидывает нам союзник. Давайте посмотрим, что у нас мы будем, так сказать, лицезреть в данный момент, когда Легион у нас ультует. Легион на нас бежит, у нас безвыходная ситуация, мы нажимаем Гоуст, и Легион усрать, он снимает Гоуст. При этом союзники наши также не могут накинуть на него Гоуст и засейвить, так сказать, засейвить нашу задницу. Но как можно это, так сказать, обойти? Это обойти можно другим способом. Допустим, вот опять та же самая ситуация, ой-ой-ой, и тут у нас есть вот такая тема. Но они тут-то было, да, нельзя, все равно никак нельзя, нельзя это никак обойти. На Легионы ничего не действует, вы никак не можете помочь своему союзнику с помощью Гоуста. Вот такая вот у нас небольшая первая механика, друзья. Легиону просто плевать на все Гоусты, которые есть. То есть Легион в любом случае будет атаковать оппонента, если он под дуэлью. И пофиг там, был там прожат Гоуст или нет. Просто посмотрите на это еще раз. И я тинкером могу и его вот так попробовать закинуть, но не работает. И союзника просто не работает. Ребята, это первая фишка. И поехали на вторую. Итак, друзья, следующая фишка, которую я вам хочу сегодня показать, это фишка с Баратрумом, его чаржем и, конечно же, со Штормом. Вы, наверное, многие видели на стримах, я делал такую тему, что, так сказать, небольшой арбуз. Не буду называть это плохим словом. Вот. И что мы можем сделать с Баратрумом? Все вы знаете, когда Баратрум чаржится, он всех относит. Соответственно, Шторма тоже вот так вот и убегает. Но у меня были такие ситуации в стриме, когда Баратрум просто забегал, убивал всех и вот так вот, так сказать, пытался убежать. Вот мы можем просто, да, там, или не можем. А почему мы на него не можем чарж нажать? Это же противник. Сначала нужно разведать местность. А, у нас Бара ее не видит. Ну ладно, будем тестить так. Смотрите, у нас вот тут вот есть Легион, на которого Бара может набежать. Как остановить Бару? Мы можем на Шторме пролететь и зацепить его вторым спеллом. Это очень довольно-таки просто сделать в соло игре, ну, потому что Шторм не относится в ультимете. И, соответственно, как это будет выглядеть? Вот так вот примерно мы вот так вот берем и цепляем вторым. То есть, соответственно, мы можем так изи поймать Баратрума, да, поймать изи бешеного бычка. То есть, или раскрутим ситуацию в другой момент. Смотрите, Бара подрался и на лоу хп бегает, мансует, пытается, так сказать, выгадать время, чтобы убежать. Ну и Шторм, соответственно, может спокойно его поймать, просто вот так вот подтянуться туда и вторым спеллом его задеть. Очень-очень просто. Вот такая вот небольшая фишечка, казалось бы, он должен относиться у нас, Шторм, да, вот так вот. То есть, раз, отнесся и все. Но не тут-то было. Шторму плевать на то, что Бара, так сказать, бежит, и он может смело набежать Шторм на Бару, так сказать, налететь. И, конечно же, наказать за то, что Бара, так сказать, очень нагло отыгрывает. И вот так вот притянуть, поймать его и убить спокойно. Ребят, вот такая вот фишка. Ну а next фишки мы, конечно же, будем уже тестить с Антонием. И давайте уже приступим. Так. Ну-ка там, скажи что-нибудь. Hello. Hello. Ребят, в общем, дальше мы будем тестить, как обычно, с Антохой. Антоха, здорово. Здравствуйте всем. Здорово, здорово, ребят. Всем, так сказать, вместе с Антонием сейчас мы. И, соответственно, дальше будем тестить вместе. Ну, короче, вы поняли, да? Уже загоняюсь. Ну и, короче, первый тест, который мы будем делать совместно, это насчет Сильверухи и ульта Фантома. Будет ли ульта Фантома отключаться от Сильверейджа. Ну и, в принципе, третий тоже спелл также не работать будет и тому подобное. Сейчас мы это проверим. Ну, Антоха, давай, действуй. Бахай. Поехали? Да, давай. Бымч. Ну вот. Типа иллюзий просто нету. Хорошо. Теперь, если подхожу, остаешься, то иллюзии идут. Давай еще раз. То есть, чтобы было понятно, когда отменяешь атаку, есть такая фишка. Блин, так не хотел эту фишку палить. Но она, в принципе, и так банальная и понятная. Хотел на гайде ее раскрыть. Когда Фантом отменяет атаки, хочет ударить, тогда у него, так сказать, больше иллюзий появляется. Ну как? Они сразу же мгновенно появляются. То есть, как только Сильвер заканчивается, иллюзии начинают плодиться. Ну, полностью подтверждено, что, конечно же, Сильвер отключает ульт Фантома. И я уже вижу вопросы в комментариях. А ульт Леорика отключится? А ульт Абадона отключится? А вот сейчас мы это будем тестить. Поехали. Так, сейчас мы будем тестить, ребятки, отключится ли ульт Леорика под Сильверухой. У нас Сларк будет, так сказать, убивать ей. Все, хорош. Так, чтобы ты бэкстебнул, чтобы можно было одну тычку дать. Все, поехал. Давай. Статус есть? Нет. Ульт не отключает. А на Фантоме отключает? То есть, это какая приоритетность? То есть, получается, у Фантома ульт лажа, а у Леорика ульт сильный. Поэтому нужно обязательно включить, да? Хорошо, ну на Леорике, короче, ребят, это не работает. Поехали далее. Так, друзья, дальше тестим. Тестим с Абадоном. Я слышал такое, что ульт не включается на пассивной основе. Да, побей меня. На пассивной основе якобы ульт не включается, приходится самому от руки душить. Давай, Антоха, это проверим. То есть, я вот руки убираю с клавиатуры, Абадон стоит, должен включиться. Вот сейчас бы он уже включился. Он обязан был включиться. Давай сейчас еще раз, Антоха, это проверим. Он должен был включиться уже в тот момент. Слушай, давай тогда доведешь мне хп до 400, ведь 400 сотен это лимит включения. Где-то примерно, ну побей половина хп, где-то 600 хп, бэкстебни и бей. Правильно будет, я думаю. Еще раз так. Все, пойдет, можешь. Отведи аппарата, бэкстебни и бей. По идее, ну, он должен включиться. Вот у меня сейчас 300 хп, он не включается, ульт. А вот сейчас, когда у меня упал уже сильвер, тогда ульт включился. Понял? Но уже было поздно, да. Поздно. Где-то на 800-700 где-то. Да, да, можешь, все, можешь уже бэкстебать. Если что, я там побегаю. Вот должен включиться. Не включается. Сейчас сильверуха упадет. Оп, упала. Ударь. Все, и на пассивной основе он врубается. Да, то есть, действительно, сильвер отключает об аддона пассивный режим ультимейта. То есть, если вас ударили с сильвера, то вам нужно следить за этой темой, за статусом и нажать обязательно кнопку B. То есть, ход K на Borrow. И чтобы вы, так сказать, выжили, ребят. Что ж, поехали далее. Интересно вышло. Итак, друзья, следующее, что мы будем проверять. Это, конечно же, приятный ультимейт, мартредочки. Посмотрим, отключится ли у нее крит, если мы сильверухой, так сказать, нанесем ей бэкстеб. Ну, я не знаю, на самом деле. Антох, твои прогнозы? Я думаю, что отключится. Не такая серьезная способность, которую, типа, нельзя будет потерять, как ульт Леворика. Ну, блин, но все равно. Интересно. Ну, то, что промах отключается, это мы все прекрасно знаем. Ну, давай, я, если что, готов бить тебя. Поехали. Поехали. Конечно, у нас 17 ударов нанес, 0 критов. Но, в теории, это больше, чем 15% шанса за 17 ударов. Ну, по статистике, 2 точно должно было удара, так сказать, вылететь критов. В теории, да? Кто знает, может быть, супер, такая маленькая вероятность работала, что они не прошли. Поэтому можно еще разок затеять. Давай, давай, слушай, давай я тебя просто побью. Ну, окей, окей, давай, поехали. Поехали. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13. Нет, просто не вылетают. Хорошо. А если я тебя просто буду бить? Раз. Сквала крит. А, за сколько ударов? Подожди, ну-ка, подойди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13. Три крита в средней статистике за 17 ударов. То есть, получается, скорее, ну, вот, 99, что отключает. Давай еще раз бэкстеба бахни, еще раз убедимся. Реально, отключает крит. Это жестко. Три, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13. Да, отключает А дальше потом вгрызаешься и криты пошли По сути она вообще беззащитной становится Без пассивки и без ульты Не промоков, не критов Чисто кусок мяса А вот видишь, сейчас очень редко порогать Но под сильверухой, тем не менее Все равно, как бы, видно, что Критов просто тупо нет Давай еще раз Их просто нет и все, и пошли криты Только вот Блин, да такой бред Реально отрубает, ребята, отрубает Сильверуха у нас крит и у Мартретки, но это на самом деле какой-то Имбаланс на самом деле Блин Ты подумай, вот Мартретку За что бояться, за внезапный крит и промах А тут, получается, герой становится Крипом на 4 секунды Ну, может, конечно, наносить урон Но уже не такой страшный Ты можешь быть уже уверен В этих 4 секундах Ты можешь уже быть уверен По сути, пока она будет под сильвером Она вообще не будет драться с тем, кто на нее напал Скорее всего Ей придется либо блинковаться кому-то, чтобы убегать Либо получать Так что так, либо поехали далее Итак, друзья Следующее, что мы будем тестить Это ультимейт Троксы Ультимейт Троксы под Сильверейджем Будет ли он включаться, так сказать Все мы знаем, что у Троксы у нас как бы, ну Ультан вырубается Но он раньше вырубался На 50% Если кто-то находился в АОЕшке 400 единиц А сейчас почему-то на 100% И вот это, если честно, нас Немного, так сказать, смутило Ведь раньше, помните, на 50% У нее бонус уменьшался А тут почему-то в лобби Или это в лобби какой-то баг Что на 100% убирается Или это так изменили Потому что, Антон, вот это Ну скажи, пожалуйста Что так и было Было, было У нас у обоих такие предположения возникли Значит, у всех он работал наполовину Он реально работал наполовину То есть, получается Если к нам подходит кто-то в АОЕшку В 400 единиц То ульт у нас Резался напополам То есть, у нас бы оставалось бы 40 урона Вот здесь Типа, ну, ловкость А ловкость так вообще на 100% убирается Ну ладно, не суть То есть, это наши такие, так сказать Заблуждения Которые, возможно, так сказать Мета Мета перевернуло Что ж, ребят Проверяем Включится ли у нас ультимейт Если Сларк нас ударит И отойдет от нас На 400 расстояние Ультимейт, по идее, должен включиться Ведь это же ультимейт, да Но проверяем Поехали, Антох Нападай Ударяешь, отбегаешь Так, все, пропало Опа, и все Не врубается Нет ульты Нету В течение определенного времени Смотрим Опа, и врубился То есть Ну Не сказал бы, что это будет полезно Против Траксы использовать Сейвер Потому что все равно Раз ты подошел к Траксе И ударил Асильвером Иначе ты уже находишься впритык А если А если это будет какой-то рейнджевик А есть рейнджевики-дамагеры? Ну Севчик Да Вот если Сев То получается Она становится крипом Как и на расстоянии Так и В упор Но она так и так Крип в принципе Для мартредки Мартредки без слотов И ее убивает Потому что ультимейт У нее вообще Юслесный становится Все спелы у нее Становятся юслесными Ну Кроме Сайлэнс Сайлэнс Так как не как Сайлэнс Ребят В общем такая тема Что Сильвер Эйджи У нас еще и отключает Так сказать Ультимейт Траксы Но это и так в принципе Расстояние отключает Ну Короче Не нужен Сильвер Просто в упор Подходи к ней Да Не души Да Поехали далее Так друзья Следующее что мы протестим Это Ну вообще написано Что у котла Это пассивно Но статуса нету По идее Тогда не выключится У нас Форма Но это то же самое Что да Антоха сказал Сейчас Насчет метаморфозы Тиррблейда Что типа Это все равно Что вырубить Типа метаморфозы Это невозможно Ну бахни с бэкстеба Мне кажется Ну Да По моему Типа не должно Да Типа с чего Она будет вырубать Да Как бы Такое Ну мы должны Прочекать тем не менее Так сказать Пассивные ульты Что там Тини еще хотели Прочекать Но Тини В принципе И в игре Как бы Постоянно против него Покупаем сильвера Бахаем Он как бы Не уменьшается Ну и на этом Наверное По ультам Пассивным Уже все И если что Если какой-то ульт Мы упустили Обязательно Напишите в комментах Так что Поехали И мы идем Далее Короче Смотри Суть теста В прошлой версии В 83-й карте Тракса Могла выкинуть Джиггернаута Когда он Ультует Могла выкинуть С помощью Сайленса С помощью Гаста Можно ли это сделать На 85-й карте Такой вопрос Как думаешь Мне вообще казалось Что и 83-й Это было бы Бредово Чтобы она выкидывала Ведь у него Я выкидываю Но ладно Окей Раз это выкидывала Из прошлой версии То вполне возможно И здесь Да Так же и вакуумом Можно вытащить Джаггера Поехали Давай Да-да-да Он двигается Он двигается Но смотри То есть если я Страйфанусь Дальше от того расстояния На которое Ты так сказать Оттолкнулся То есть мне нужно Тут именно попасть Четко в рейндж Так сказать Отхода Еще раз Ультани То есть допустим Вот так вот Понял Вот То есть это реально Да Но тут нужно поймать Именно момент Того Куда ты Отскакиваешь Ну С помощью Гаста И мне нужно В противоположную сторону Чтобы как можно Дальше от тебя Чтобы порвать Эту связь А если ты Даггером ко мне Приблинкуешься В этот момент Ааа Ты же в сайлентсе Подожди Да ты не можешь быть В сайлентсе Ты же неуязвим А ну давай Интересно Ультуй Если что Даггернешься ко мне Ты вот допустим Отталкиваешься туда И А вот А ты не смог Даггернуться Да Ну то есть Да Это работает Так же по механике Как и 83 Как и 83 Опа Я повис что-то Опа Подвис Развис Все хорошо А вот там Кончился уже В общем Ребят Это работает Тема вот эта Так что Имейте Имейте ввиду Поехали далее Итак Друзья Сейчас Сейчас проверим Сбивает ли Так же Как 83 Тпшка Тпшку Сайлентс Траксы Тпшся на базу Оп А ну Аппарата подведи Может я не таймингово дал Давай Тпшся Да сбивай Надо таймингово дать Просто Там не таймингово дал Короче так же В 85 Карте Это так же Актуально Сбивать газ Там Тпшечки Так что Ребят Пользуйтесь Очень полезно То есть Такой момент Что Траксы Обычно Траксы Или От Этого Кого там От сикера Да убегает С помощью тпшки Там может Ну от траксы В принципе Убежать Это тяжело Но допустим Тпшку кто-то Заизал А вы тут Такие хоба У вас есть Так сказать Чем сбить Соответственно Пробуйте Да Это прикольно Поехали далее Итак друзья Следующее что мы будем тестить Это у нас Второй спелл Тимбер чайн 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 Как там И соответственно Будем тестить Что Трал Так сказать Должен Глимсануть Меня А я в принципе Должен Тут Глимс Порвать С помощью Второго Также Должен Не работать Крест Кунки На меня Когда я Нахожусь Во втором Спелле Будет ли Это так Сейчас Это будем Проверять Поехал Рано Это очень Тяжело На самом деле Будет Затестить Мне кажется С моей рукожопостью Попробуй Еще раз Раз Два Три Раз Два Три Четыре Да Теперь Получилось Да Это работает То есть Можно Можно А с креста Кунки Будет намного Проще Затестить Давай Крест Просто Я Юзаю И возвращай Давай Да Я рву Рву Крест Твой Найс То есть Получается Чем Контрится Крест Кунки Как Постоянно Все Говорят Репел Юл Ну и Конечно же Второй Спел Нашего Прекрасного Ризрака Да Ну в общем Вот такой вот Небольшой Тестик Поехали Далее Туда Так Хорошо Смотрите Ребят В общем Что мы Еще Подтестили Немножко Найкс Не может В противника В противного В противоположного Как противный Короче В голема Оппонента Найкс Залезть Не может Но В союзного Голема Он может Причем Он вылазит Как из героя То есть Он не рвет Цель Ну-ка Залезь Антох В голема Создал Да Допустим Окей И ты залазишь У нас В голема Да Хороший Можешь вылезти Спокойно Да Вот так вот Да Все Но это Понятно То есть Неплохо Поехали Далее Так Следующая тема Говорится Такая у нас Что типа Лотус У нас Так сказать Игнорирует Ракету Типа Он не работает Но должно работать Не знаю Ну кинь Кинь лотус На себя Антоха Я типа Кидаю на тебя Ракету Ааа Смотри В смысле А это же Подожди А это же Направленная Способность Какого хрена Типа Она не долетела Еще слишком Медленный Проджектайл А ты думаешь Она должна Долететь Ну давай Попробуем Ну давай Окей Врубай Я Я по таймингу На себя закину Так Надо же Наверное Подожди Смотри Мы сейчас Затестили До того Перед тем Как То есть После того Как я накинул Себя лотус Ты кидаешь Так Это не работает Попробуем На меня На ее направить Да И я Под конец Тяну Себя лотус Ну хз Сомнительно При условии Лотоса Я должен В лотус Кидать Ну Да Так и так У нас два условия Не соблюдены Хотя Какое условие Есть лотус Есть направленная Способность Лотус Обязан отразить А ну еще раз Нужно было сработать Конечно Он обязан работать Ну-ка еще раз Допустим Лишь даже так и так Не работает А это забавно Почему Непонятно Психую Призываю Нечень Все Поехали Далее Итак друзья Следующее Что мы тестим Тут немного Такой глобальный У нас тестик Получается Надеюсь Респаун героев Нам сейчас Не сильно Помешает Короче Все мы знаем Что делает Аганим на найкса Аганим на найкса У нас Позволяет Так сказать Открыть Вот такую способность Которая может Может брать В себя Союзного Какого-то героя И соответственно Что в чем Смысл заключается У нас есть герои Вот Ну конкретно Вот эти герои Которых я сейчас привел Но их наверное Все равно тоже больше Они могут Так сказать Раскастоваться И я могу Их забрать По идее И ультимейт Будет работать Сейчас мы посмотрим Допустим У нас вот есть Санкинг Санкинг раскастовался Да и пошел Смотри Рили То есть получается Санкинг во мне Внутри Так сказать И продолжает Кастовать ульт Ладно С СК Это понятно СК в принципе И сам может это сделать Но Если Прикинь Если получается Сыграть через алхимика Алхимик Быстренько забустит Аганим на икс И допустим На икс выфармливает даггер И можно так тоже душить Но Да Это Будет прикольно Самое крутое Мне кажется Это Скраб Скрабой Да Сейчас И сейчас мы это будем проверять Смотрим Теперь Давай Разора Посмотрим Разора Есть ультимейт Разор Юзает ультимейт Я забираю его И Да Действительно Такое Знаешь Получается Что за громовой гуля Какой Ты мог Кстати еще Статинклинк На меня Заюзать Да И то и то Сейчас посмотрим Сейчас Допустим У нас Ре Сделаем Ре Перекастую мульт Как будто он с рефрешем Будет Смотри Е Е Сделали Подойдешь на статику Иду Оп Е Да и статик идет Но На x урон не добавляется Я уже вижу Как мне писали бы На x урон добавлялся бы По-любому Но нет Тут скорее всего У разора будет дэмэдж Да Разор дэмэджа высосал Получается Прикольно Слушай Ну работает Ультимейт Разора Так сказать В найксе И Смотри У нас тут есть еще Батрайдер Это конечно Бредово Наверное Но Так сказать Мы это все равно Попробуем Так смотри Допустим Лассо у нас Прокачиваем До троечки Беру лассо Беру его И потащил Видел как глупо Это выглядит Как он глупо тащит Да Но это абсолютно Мне кажется Бестолковая фишка Да Да смешная Смешная Да но чем она может пригодиться Тут непонятно Так Ну и самый интересный герой Который у нас остается Это конечно же Крабелус Окей И да Духи Духи То есть перемещаются за мной Они не остаются На том месте То есть у меня герой Считается Так сказать Он во мне И Слушай А вот это реально прикольно Прикольно Да Ну это Единственное Что работает Прямо полноценно Мне кажется Ну наверное Лешрака У Лешрака А также ульта Тоже будет Да Мне кажется Это будет пушкой Поехали проверять Забираем Уф Ты представляешь Насколько это жестко Ну типа пока мана Не кончится Ждем А что если мана Не кончится Да А ну он Первого левела Ульт Там вообще Монокост Очень маленький На первого левела Ульта Ну даже все равно Ее ощущает Сларк С тремя тарасками По 100 демеджа Посмотрим Когда ульт кончится Слушай А вот это реально Прикольно Да То есть В найксе Когда персонаж Находится Типа ульты Работает Это пушка Все И кончилась Мана ульт Шрака Да Мана кончилась Прикольно Неплохо Ну вот такой вот Ребят Тестик вам Так сказать Аганим На найксе Как бы дает Вот такие плюшки Если совместно С какими-то героями Пробуйте Что ж Поехали далее Так друзья Следующее Что мы Будем тестить Вот такое Небольшое упущение У нас У нас БТР Изайт Файрфлай Файрфлай Пошел Да От найкса Найкс горит Жопа у найкса Горит Но Вижен не дает Антох То есть Самое главное Что он не летает Да Но это прикольно То есть Я начинаю тоже Дамажить Тоже этим Файрфлайм Там мизерный Дамаж Конечно Но Тем не менее Так сказать Добавление К тому Что Мы сейчас Вот это Протестили Поехали далее Тестить Смотри Теперь Что мы Будем тестить Короче Есть такой Прикол Что Фишка Такая Да Фишка Что мы Можем Так сказать Сделать Тини Меньше Еще Если я Кину на него Бладласт В тот момент Когда ты Меня захексишь Будет ли это Работать так Прокачал Хекс Да Кидай на Тинника Подождите Подождите Это Что Такое Кстати Еще И в игре Помочь Слушай Это Величайший Арбуз Всея Руси Ты понимаешь Что это Ходячий А если Я отключу Ты посмотри Я отключил Альт Нажми Антох И посмотри На него Ничего Не только Тень А если Еще И тени В игре Отключишь Ты представляешь Насколько Это страшно Ну это Реально Страшно Я Обосрался Если бы Видел Такую Тень Ты И ты Прикинь Подожди А ну-ка Подойди Типа Понимаешь Да Чем Типа Ты Зачем Нужен Лотар Теперь Реально Нужно Без Лотара Так Подожди Я На Все Время Таким Стал Это Самое Интересное Часли Вырос Видел У тебя Полоска ХП Поднялась Да Но я Все равно Такой Же Маленький И Типа Мне Плевать Но Если Я Бладла Заново Закину Вот Теперь Появился Есть Я Еще Давно Видел Маленький Чикен Посмотри А ну Ка Сейчас Почему-то Я не стал Маленьким Видимо Уже Потому Что Из-за Того Что Был Большим Что Ли Да Видишь Сейчас Не Работает Давай Сейчас Подождем Бладласт Когда Слетит И Еще Раз Попробуем Такую Тему Сделать Поехали Давай Поехали Опа Делаем Да Если На тебе Уже Висел Бладласт То Если Еще Раз Начинать Пробаф Во время Того Когда У тебя Уже Есть Бладласт Будучи Находясь Захексован В состоянии Это Работать Не Будет Главное Чтобы Бладласт Уже Слетел И Потом После Того Как Бладласта Нет Получить Хекс И Только Тогда Пробаф Бладласт И тогда Это Сработает Слушай Ну Это Жестко Согласись Это Блин Приблизь Приблизь Ну Да Смотри Он Вверх Ногами Он Головой Вниз Ныряет В землю Что Есть Еще Что Может Подбросить Тинни Да Много Чего Торрент Какой Нибудь Боже А ну Окей Давай Сторрентом Попробуем По фану Прозовай Ну Ка Давай Пробуй Смотрите Какие Ныряет Посмотрите В торрент Ныряет Давай Смотри Тоже Красиво Да Красиво Как будто Тинни Стал Искусным Пловцом И конечно Мне больше нравится Тинни Вот такая Штука Влетает Так Боже Ладно Хорошо Это мы Проверили Поехали Далее Так А что Если я Тинни В этот Момент Увеличу Он Становится Больше Если Я 25 Пропишу Окей Он Самым Большим Должен Сейчас Встать Ну Кантов Попробуй Захиксовать Его Хиксуй Уменьшаю Сейчас Он По идее Опять А Это Работает А Смотри Ее Обратно Большим Стал А ну Задиспейль Еще раз Попробуем Ты Видишь Ну Ка Хиксуй Это Спешно И Большим А Если Задиспейлишь Он Становится Маленьким А Потом Опять Большим Короче Непонятно Немного Это Скример Прям Какой Да Но Типа Смысл В том Что Работает Это Без Скаченного Ультимейта Правильно Или С первым Левелом Ну Первый Левел Мы Тестили Да Так что О А сейчас О И опять Большой А Ну Хз Короче Как это Работает Но Это Бред Ладно Все Поехали Далее Итак Друзья Следующее Что мы Будем Тестить Это Мунлайт Потмы И Глимер Будут ли Они Сочетаться И Возможно Ли Будет То Что Персонаж Не Будет Выходить Синвиза Под Глимером И Под Мунлайтом И Наносить Атаки Кому Либо Сейчас Мы Это Будем Проверять Давай Антох Юзай Мунлайт И Юзай Глимер Опа Кунка Подошел И долбит Нас Не выходя Синвиза Это Очень Прикольно Да Неплохо Неплохо Так А давай Ну В принципе Давай Попробуем Дальний бой Также Протестить Будет ли Это Работать На Персонажи Дальнего Боя Коммунлайт И Климер Не Она Выходит Она Выходит Странно Странно Как будто Мы Такой Уже Не Тестили Самое Прикольное Друзья Что Когда Мы Это Тестили Я Не Записывал А Сейчас Мы Записываем Ребят В общем Такая Тема Что Короче Как Не Знаю Как Это Работает Но Персонажи Ближнего Боя Не Выходит С Инвиза Не Выходит То есть Если Привилегий Не И Не 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 Завязывай Еще раз Монлайт И Бей Под Мой Я Сейчас Не Понимаю Как Это Работает Но На Персонажах Ближнего Боя Это Работает По-другому Смотри Ну Видно Ты Все равно Выходишь Такой Бред Ну И По Классике Жанра Потестим Сейчас Рикемару Будет Ли У нас Да Ты Выходишь Тебя Видно Просто Ты В Глимере Но Ты Выходишь Странно Давай По Классике Жанра Рикемару Попробуем Будет Ли Эта Фишка Которая Работала На 83 Карте Актуальна На 85 А Вышел Еще Раз Слушай Он Сначала Меня Ударил С Бэкстеба Его Не Было Видно Потом Он Вышел Его Все Время Видно Да Его Все Ревне Видно Но А Если Ты Зайдешь Пройдет Фейт Тайм А после Фейт Тайма Ты Только Сможешь Бить Ну Будешь Бить Вернее Прошло Ждем 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 Нет Выходит Нет Там Даже Персонажи Видно Кунку Даже Видно Слышишь Что-то Не То Подожди Там Всех Героев Видно Почему-то Ультимейт Под Мы Неадекватно Сработал Сейчас Ждем 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 Все Есть Работает Актуально Это до сих пор Актуально То есть Походу Мы Фейт Тайм Не выжидали Надо Выжидать Фейт Тайм От Ультимейта Под Мы И только Потом Начинать Атаковать Иначе Это Работать Не Будет Так Все Сложно С Наранжевиков Не Работает С Климером На Милишников Работает А Конкретно Нарики Нужно Выжидать Фейт Тайм Да Получается Так Ну-ка Давай Еще Раз Мунлайт Есть Мунлайт Ждем Фейт Тайм Прошел Да И Работает Актуально Ребят Это Работает Так же Как И на 83 Карте Абур Ой Абуз Арбуз Сия Руси Э Хватит Меня Бить Все И Вышли Безнаказанно Бить Да То есть Если Нету Никаких Виженов То Это Просто Пушка Можно Также Дальше И Так Сказать Блин Не хочется Сказать Ну Короче Фишечки Найс Фишечки Найс Антоха Да Че Поехали Далее Тестить Так Ребят Что Мы Тестим Далее В общем Есть Такая Тема Что Рошана Мы Можем Атаковать К сожалению Только Находясь В Рош Пите То есть Соответственно Вот здесь Вот Если Мы Будем Находиться То Только Здесь Мы Можем Так Созать Применять Какую Либо Атаку На Рошана То есть Выскакивает Вот такая Вот тема Да Если Мы Находимся Вне Рош Пита И Рошан К сожалению Может Нас Так Просто Атаковать Безнаказанно Он Является Полностью Неуязвим Да Антоха Злом Злом Системы Злой Системы Да Но мы же Как обычно Ищем Какие-то Изъяны И Соответственно Что у нас Имеется На данный Момент Мы Можем Игнорировать Эту Тему Персонажами У которых Есть Автокаст На Так Сызать Какие-то Удары Ну Давай Антох Попробуем Заводит Туда Парень С Дестра Выводит Ой Дестра Да Заводит Дестра Выводит И А Подожди А че он Парканас Ты шо Парканас Парканас Я Репропишу Да То есть Автокастом Автокастом То есть Может у нас Бить Дестройер То есть Он Выводит Его И Может Атаковать Вне Рошпита Хватит Барканас То есть Посмотрите Дест Может у нас Бить Вне Рошпита Рошана Это Очень Прикольно Кто еще У нас Может так Делать А Пожалуйста Еще Три Кандидата Еще Еще Хускар Еще Есть У тебя Там Нифига Себе А ну-ка Покажи Как ты Это Делаешь Нифига Ты Абьюзер Еще Смерть Нет Я Репропишу Ребят Еще Хускар Так Может Делать Прикиньте Смотри Рошан Пошел Сайлансер Смотри Что Делать Это Иноприщаленец Какой-то Посмотрите На Сайлансера Что он Делает Глэвами Посмотрите Он Душит Рошана Вне Рошпита Это Законно Вообще Дальше Давай Кто там У тебя Еще Есть Костяной Мужик Восстану Сбагилы И Костяной Мужик Ну-ка Костяной Мужик На что Способен Покажи Нифига Смотрите Тоже Ряд В общем Все персонажи Которые Имеют У нас Автокаст Могут Спокойно Игнорировать Так Сказать Вот эту Злую Механику Рошпита И соответственно Атаковать Рошана Вне Своего Места Пользуйтесь Прикольно Почему нет Арбузеры Так Нормально Ребят Следующий Тест Так сказать Он спонтанный Он в принципе Был уже Но я заметил Такую тему Механику Не обязательно Чтобы кто-то Стоял рядом С персонажем В которого Кидаешь что-либо Когда он Находится Под досом То персонажа Он сразу Мгновенно Откидывает То есть Ну Примерно Сейчас увидите О чем я То есть Я может неправильно Объясняю Го Антоха Юзай лотус Я кидаю на тебя Да И он откидывается Помнишь Антоха У нас как было Мы не могли Почему-то Нам нужно было Что-то в упор Кому-то подойти Чтобы Тинни Оттосал Помнишь Что-то такое было А сейчас То есть Это Как бы Плевать на это Кидай себе Этот Ну понял Кидаю Трубчик К тебя Все Он По сожалению Убирает Да Трубчик кинул К тебе Так Еще раз То есть Допустим Окей Оп Да Да И то есть Ты понимаешь Как можно это делать Антох Смотри Смотри Как можно Придумать Какую-нибудь Страту Кунка На кресте Кунка На кресте А слушай А ну-ка Я попробую Ну-ка Крестует Кого-нибудь Из союзников Под фонтаном Этот союзник Летит на телепортер Куда-нибудь Тут По механике Прошлых фишек Как вы помните Ребят Кто смотрел Прошлые фишки Пофиг Вообще Летит Персонаж Если лотус 100% Кого-то Откидывает То персонаж Которого Откидывает На тине После лотуса Просто Игнорирует Все Он летит Даже на фонтан И получается Если Мы закидываем Кого-то То есть По идее А ну Ключи лотус То есть Я даже Антох Ты меня там Не видишь Это 100% Я тебя видел Не вижу Дается А точно Подожди Мы же это тоже Тестили Ну получается Ну все равно То есть Как бы Блин Сейчас Вот так вот Сделаем У меня просто Бинды не работают Надо варкрафт Перезаходить Смотри Что сделаем Я сейчас Попробую Быстро уйти на тп То есть Получится у меня Допустим Откидываю Ну я не успеваю просто Но Если это сделать С помощью кунки То есть Меня на базу То это Это воплотить Реально Вообще фигня Просто достаточно Чтобы персонаж Находился В лотусе И кого нибудь Откинуть Допустим Какого нибудь Противника Подведи ко мне Кого нибудь Кто там у тебя есть О Кунка Хорошо Смотри Кидай лотус себе И ко мне его подведи Не Не на Кунку На На Подми Я кину Кунку В тебя Подму И кунка За мной Полит Он реально За мной Полетел Антох То есть Ты понимаешь Ну так же Как и в прошлом Да Так же как и в прошлом Но в прошлом Что-то у нас было Что-то как-то Немного по-другому То есть Ну Я Перебудрил Там когда Предлагал Попробовать Фигню Я думал Что нужно Обязательно Находиться К этому Персонажу Который Откидывается Обратно Прямо вплотную К тени Изначально Но нет Да Да Получается так И Короче Ну Прошлую фишку Не знаю Смотрели Нет Но это все равно Сейчас покажем Окей Ребят Next Так сказать То что мы уже Показывали ранее Немного тут Так сказать Улучшилось Облегчилось И теперь Допустим Воспроизведем ситуацию У нас Есть Персонажи Которые Так сказать Дерутся в драке Видит кто-то Тени видит Такой Ага На фурионе Там Лотус висит Ну-ка Давай-ка я попробую Откинуть его Союзника На Лотус И Все это время Так сказать Будет находиться рядом Чен Который уже Напряг Свой Спелл По телепорту На базе И На базу И что будет у нас Происходить далее Воспроизводим ситуацию Антоху Кидаю Лотус Откидываешь Возвращаешь И полетел И у нас персонаж Полетел на колодец Да Это возможно Антоха Я уже знаю рубрику А что если Да? Если Чен Плюс Тим А что если Чен Плюс Блин Оно Это очень будет Независимо от нас Потому что нужно будет Какого-то персонажа Который будет собирать Лотус Там Это будет очень тяжело Согласен Да Это Тяжело Это то что От нас Да Что ж Ну вот есть такая тема Но это мы уже показывали Опять повторяюсь Поехали далее Так друзья Следующее что мы Проверяем Это Ульт Рубика В лотус Что у нас будет происходить Ведь Это Ведь у нас Спелл Стил Это Направленная способность Давай Юзай лотуса Ару Окей Но Ничего Но ничего Подожди Это должно работать Как-то примерно так По идее Если я краду У тебя То Что у тебя Должно появиться Ульт Рубика У меня должна появиться Моя же стрела Еще одна Окей Ну давай Лотус Типа я у тебя Украл тоже Эту стрелу Который у тебя нет Понимаю А давай Попробуем Другого героя Подведи Другого героя Я у него Украду Способность И в тебя Потом В лотус Ультану Юзай Есть Аваланч Подводи Потму И Отойди 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 на расстояние Оп Хорошо Оп Способность Долетела Короче Есть Одна Приколюха Мне дали Идею На самом деле Насчет Этой Приколюхи Нам Понадобится Тинкер И понадобится Зевс Ага И есть такая фигня Что мы можем украсть У них и реарм И ультимейт Зевса Будет ли это работать Ведь По условию По условию Кражи Способности Пока у Рубика Вот это вот Летит Тучка Пока она не достигнет Персонажа Способность Не появится Но С помощью Октарина И Аганима Можно уменьшить Настолько сильно КД Что по идее Мы сможем Украсть Несколько Способностей И можно ли Две Можно украсть Да Можно украсть Я видел видосы Реально это работает Но Будет ли Возможно Украсть Реарм И ультимейт Зевса Сейчас мы это потестим Так Что ж Подводи героев На видное место На централочку Хорошо Смотри У Тинкера Реарм У Зевса Ульт Теперь нажми Реарм И нажми ульт Есть ульт Есть реарм Хорошо С Актарином У нас КД Должно быть Где-то 1.7 То есть Реарм Есть Окей Если я краду Так То заменяется А что Если Да Антоха А что Если Я смогу Провернуть Все так Что я Успею Украсть И то И то Нажми их На холд Теперь Нужна Нужна Ловкость Рук Реарм Так Так Теперь О, нет О, нет О, нет Господи Дэм Да Ты же Понимаешь Ну все Это называется Перешил Поиграть В Это Фомод Слушай, ну Что ты на самом деле Насчет этого Хочешь сказать Ты То Что Найдена Супер Обузная Фишка Которую Можно Сделать Именно Такую Конечно Песец Как редко Но Украсть Два Скилла Не так уж Или Сложно В принципе Не так уж И сложно Считать Но Это Нужно Подловить Понимаешь Реарм То Я всегда Смогу Украсть Но Тут Именно Понимаешь Как должно Быть Все Четко Сложено И Реарм Должен Только Заюзан Быть И Только Должен Заюзан Быть Ультимейт И все Это Нужно Моментом Подловить И украсть Так Четко И это Действительно Будет Работать Да Это Работает Ребят Это Работает Но В игре Скорее Все Это Будет Невозможно Сделать В Нормальной Но Красть Несколько Способностей Это Реально Это Реально Ребят Ну Вот Такая Вот Пишка Что Поехали Далее Я Кину Инчу Сларка На Сларка Крест И я Кидаю Инчу Сларка Сларк Куда Нибудь Отходит Ты Возвращаешь Правильно Все Он Здесь Так И Стоит Все Он Допустим Так И Стоит Там Окей Допустим Кидаешь Ему Крест Но Тебе Надо Чуть Чуть Пройтись С ним Чтобы Поменялось Мест Ну И Вообще Ты Должен Будешь Вернуть Как То Четко Окей Ну Давай Допустим Поехали Кидаешь Хорошо Я Откидываю Ее Да Полетит Как Он Возвращается Смешно С Время Полета Не Вменять Свою Траекторию Да Слушай Так Это С Тинкером Если Допустим Связка Тинкер Кунка Против Играет И Если Есть Тинни То Можно Своему Союзнику Что Ли Подосрать Получается Так Но Это Бред Получается Летит За Крестом Давай Еще Раз Попробуем То Смотрите Кидаешь На Сларка Сларка Отводишь Я Кидаю Инчу И Ты Возвращаешь Да Летит Полностью За Крестом Пока Не Достигнет Цели То Блин Не знаю Чем Это Будет Полезно Но Вот Такая Вот Фишка Окей Поехали Далее Короче Смотрите Братцы Что Мы Следующее Тестим Ну Уже Миллион Раз Тестили Что Ульт Аппарата У нас Работает Так Что Никакой Хил У нас Не Будет Возможен Не Будет Возможен Под Ультовый Аппарат Сейчас Смотрите Что Мы Сделаем Мы Попытаемся Махнуться Здоровьем Под Ультом Аппарата Будет Ли Это Работать Антох Ты Как Думаешь Ну Я Думаю Что Террор Не Восстановит Себя Хп Я Это Уже Тестил И Ответ К сожалению Совсем Другой Давай Закидывай Это Единственное Что Так Сказать Позволяет Захилиться Единственная Способность Просто Знай Да Просто Знайте Ребят Что Это Так Сказать Вот Так 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 Фишка Есть Ульте Аппарат Можно Поменяться Здоровьем Тирблейдом Окей Далее Да Итак Ребят Следующее Что мы Тестим Как вы Помните В прошлых Тестах Мы Тестили Второй Спелл Алхимика В лотусы И он Отлетал Все эти Спеллы У нас Так Сказать Вернее Второй Спелл У нас Он Отлетал И там Несколько Их Было Потому Что Тут Так Сказать Большое Количество Лотусов Было И Соответственно То же Самое Мы Хотим Проверить Со Станом Свена И Будет Ли Это Работать Стан Свена Он Ауеш И Поэтому Будем Сейчас Пробовать Так Они У тебя Триггерятся До Сразу Ты готов? Да Я готов В принципе Поехали Готов Линку Выкинь У него Пожалуйста Всего Всего Лишь Один Нет У меня Первого Левела 3400 Отлетело Да Давай Один Странно А ну-ка Еще Раз Так Раз Два Три Четыре Пять Не Один Отлетает Лол Да Нифига Тогда Видел Помни Сколько Мне Дэмеджи Нанеслось Ну-ка Давай Еще Раз То Что Ты Блин Куешься Да Блин Я В упор Блин Канулся Больше Дэм Нанеслось Давай Что За Бред Ну-ка Еще Раз Сейчас Я Сейчас Блин Канусь Поближе И Попробую Что Ты Видишь Сколько Дэмеджи Нанесилось Странно Один Раз Только Сработало Как Та Блин Но Это Все Пол Получается Не Работает Вот Сейчас Тестим Реально Но Первый Раз Что Произошло Надо Будет Посмотреть На Повторе Увеличить Это Все Я Посмотрю Ну-ка Еще Раз Пахни Вот Сейчас По-моему Два Вылетело Нет Не Один Вылетел Все равно Странно Ну В общем Это Получается Не Работает Ребята Там Пересмотрим В замедленном Что Там И Так Ставим Итак Друзья Следующее Что мы Тестим Это Конечно То Что Многие Хотели Протестить Это Лотус Хук Ну Хуком Можно Вот так Вот Хукануть Да И Притянуть Но Можно Воспользоваться Допустим Какой Таргет На Именно Да То Произойдет Антох Ну Я Занил Лотус Мне Прям Самому Интересно Не Не Применяется Это Так Не Работает Получается То Блин А Плохо Да Прикольно Было А Попробую Еще Стан Сент Кинга Также Таргет То То По сути Это Способность Также Как И Хук Тоже Можно И На Землю Можно Прямо На Цель Направить А Нет Не Сент Кинга Должно Отразиться Потому Что Если Направить Его На Юнита То Сент Кинг Сам Автоматом Подкапывается Под него То Есть Нельзя Увернуться Ну Ка Попробуем Может Это Поломает Механик Они Тут Было Да Ник Вот Он Как Раз Так Направляется Только На Землю Давай Попробуем Так Ну Что Проверяем В итоге Прокачиваем Пл Давай Да Тут Видишь Как Работает Я Таргет На Нажим А Так У Меня Таргета Вообще Нет Убрали Таргет Даже Поэтому И сравнил Стан Не Рупость Стан Сент Кинга Стан Нельзя Увернуться Он Считается Направляемая На Цель Спасован Получается Я На Землю В Любом Случай Направляю Антох Потому Что У Меня Герой Не Кликабель А У Сент Кинга Другая История Юзай Получается Ты мой Стан Кайтиш Просто Меняешься Местами Со мной О А Сейчас Сработало А Почему Так Объяснить Никто Нет Смотри Был Нет Точно Нет Я Потом Покажите На Видосе Ну Ка Давай Вот Вот А Потому Что Ты Направляешь Туда Знаю Я На Земле Не Направляю А Ну Порогу На Землю Вот Сейчас На Землю Было Сейчас На Героя А Почему Она Иногда Не Срабатывает Ну Ка Еще Раз Странно Тран Наверно Как Ты Зависит Наверно Подожди А может От моего Движения Зависит Подожди А ну Ка Давай Нет Непонятно Это Как Почему Иногда Работает Иногда Нет Я Не понимаю Как Это Работает Я Не хочу Даже Тестить Это Почему Она Так Криво Работает Ладно Крен С ним Оставляем Итак Друзья Следующее Что мы Хотим Протестить Это Суицид Минера Под Аганимом У Лерика Ну Аганим на Лерике Вы знаете Что делать Дает Время Еще После Смерти Так Сказать Немного Пожить А что Если Минер У нас Засуицидится Будет Для Минера Возможность Еще Пожить Так Как На Нем Статус Уже Висит Давайте Посмотрим Суицидимся Нет Просто Сдох Не Работает Эта Тема Просто Не Работает А на Другие Герои Будет Конечно Работать Простенький И Так Сказать Легенький Тест Следующая Тема У нас Такая Будет Лечить У нас Сырок Под Ультой Аппарата Возможно Лет Ну Давай Закинь Скорее Все Нет Я думаю Нет Вряд ли Типа Ну Нет Не лечит Но Это В принципе Так Я думаю Было Понятно Что Не Будет Лечить Потому Что Как Никак Сыр Это Ну Что Это Как И Под Колотца Под Хилиться Тоже Самая Тема Клиница Томника На 2500 Да Так Что Вот Так Что Друзья На Этом Все Надеюсь Вам Понравится Этот Выпуск Обязательно Поставьте Лайк Если Вам Понравились Данные Фишки Какая Фишка Вам Показалась Самой Дикой Обязательно Антохи За то Что Помог И Спасибо Друзьям Которые Помогают Также Скидывают Мне Какие-то Определенные Фишки Спасибо Парню Который Накидывает Мне В инсте Эту Всю Тему Интересную Конечно Все Ребят От души И Всем До Скорого Будем Так Сказать Видеться Чаще Фишек Будет Еще Очень Много И Конечно Не Забывайте Про Гайды Которые Также Для Вас Делаю Специально Безвозмездно Так Сказать Смотрите Учитесь Так Сказать Даю Вам Свой Опыт Даю Вам Свой Труд И Надеюсь Так Сказать Вам Все Это Нравится Друзья И Все Всем До Скорого